Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик наконец-таки посвящен рейтингам, тем самым рейтингам, о которых раньше мы говорили довольно-таки часто, сейчас в последнее время видосы по ним выходят крайне редко, но сегодня есть определенный повод, который я должен был уже вам показать и рассказать немножечко пораньше, но в связи с тем, что у меня не было времени и были определенные моменты, в связи с которыми данный видос все задерживался, задерживался, он выходит только сейчас, и на данный момент уже то событие прошло, оно уже улетело даже на две легенды в плюс, но это игрок, которого я прямо вам сейчас показываю, это Борис 43.11, ой, да ну да, все правильно, 43.11, это первая двухсотая легенда в танках, и это тот самый знаменательный момент, который я бы хотел бы осветить в этом видосе, показать вам, ну и показать еще одного игрока, который к этой двухсотке максимально близок, который уже совсем скоро сможет догнать, ну а возможно даже и обогнать Бориса по опыту. Двухсотая легенда это в наше время, наверное, не сверхудивительно, потому что опыт идет довольно-таки быстро в боях, и за выходные там при x12 с премкой опыта, ну можно в день по легенде спокойно поднимать, то есть за три дня там три легенды поднять, это в принципе в пределах разумного, но при всем даже том, что сейчас как бы опыт идет легко, он не так уж и давно начал идти с такой скоростью, поэтому двухсотая легенда это реально очень много, это ну надо приложить довольно много усилий, дабы до нее вообще дойти, ее набить, ну и как бы двигаться дальше, то есть пока что до Бориса еще никто не дотягивает, и это жестко, это жестко безусловно, если пройтись вообще по его аккаунту, то помимо того, что он как бы старался в последнее время очень сильно играть на эффективность, да, но я так понимаю, что в последнее время в связи с тем, что его уже начали догонять по опыту, он уже отбросил все эти эффективности и уже играет не на повышение ее, а только чтобы получать как можно больше опыта, потому что я вижу, что в последние две или три недели его опыт начал в разы больше и быстрее набираться, нежели это было раньше, например, там месяц назад, и теперь он уже не так сильно смотрит на эту эффективность, да, там был до поры до времени он еще лучше был по эффективности находился, но сейчас, при том, что он самая большая легенда в ТО, он 39 по эффективности, это очень много, серьезно, да, то есть 2.69 УП, я не знаю, какую УПшка у него была раньше, но над УПшкой он тоже, я так понимаю, что довольно неплохо постарался, дабы она у него была в полном порядке, и это довольно неплохой результат, и по коэффициенту, да, если посмотреть, то у него больше двоечки, да, то есть там почти 2.5, чуть-чуть там до 2.5 коэффициент не долетает, если сравнить, например, с моим коэффициентом, то у меня уже, ну, такая прям конкретная почти двоечка, там 2.1 может быть, то есть в этом плане Борис, конечно, красавчик, то, что держит планочку такую довольно жесткую, при том раскладе, то, что даже сейчас, но он начнет уже, у него нет выбора, он начнет играть больше, начнет уже не смотреть на эту эффективность, эффективность начнет падать, но при всем раскладе все равно, как бы, такие позиции, которые у него сейчас имеются, это очень жестко, в одно время, когда достижения у нас не спали, да, там, я помню, что-то, какой-то баг произошел, что там достижения все слетели, у Бориса было самое большое достижение в игре, если я не ошибаюсь, и там у него там тоже не так много оставалось до конца, поэтому максимально все игрок проходит, если бы он еще бы играл бы в киберспорте в турнирах, да, то есть еще бы там бы что-то выполнял, потому что, ну, в плане игровых качеств, в плане, я не знаю, как он в плане, там, скилла играет, да, я не особо следил за его игрой, но если, как бы, смотреть по всяким статистикам и по всяким коэффициентам, то выглядит очень даже неплохо, да, как бы, здесь нету какого-то там сверх жесткого доната в аккаунт, да, там, или еще что-либо, хотя я думаю, что игрок тоже вкладывает деньги, потому что у него, если я не ошибаюсь, там, а может и не появлялся, нет, у него вообще хопера нету, нет, я хотел сказать, что, типа, у него там хопер появлялся раньше, нет, может даже ничего не вкладывает, но по эффективности, по коэффициенту молодец, и неспроста, да, как бы, человек, ну, ему, наверное, интересно, да, его нельзя осуждать за то, что он там жесткий, какие-то задроты, играет много, хотя даже по информации есть то, что он там не один играет на этом аккаунте, там играет несколько человек, возможно, там, это его, там, семья, я не знаю, короче, но достижения, да, то есть в виде двухсотой легенды, это, конечно, жестко. Ну, и если мы уж плавно переходим к второму персонажу, которому я сегодня хотел бы посвятить данный видеоролик, потому что всего лишь только два игрока, да, только два, то есть если у нас раньше там бывали видосы, когда я там про 10, 15, 20 человек говорил, то в последнее время я говорю про очень маленькое количество, и сегодня всего лишь это два игрока, и второй игрок это Мишанечка, Мишанечка, все вы его знаете, Мортал Херудов, игрок клана Team Pointers, в принципе, ну, Мишаня просто, ну, все его знают, но это Мишаня, короче. 197-я легенда, 197-я легенда, и еще где-то месяц, может быть, чуть больше назад, его отрыв с Борисом составлял порядка 15-20 легенд, сегодня это уже 5 легенд, 5 легенд осталось с Мишаней, чтобы догнать Бориса, и возможно даже его перегнать, если сравнить последнюю неделю, то получается, что как бы здесь Мишанечка набил 589 тысяч опыта, Борис набил 562, да, то есть если судить именно по последней неделе, то уже отрыв значительно меньше по заработанному опыту, потому что Борис начал включаться, и сейчас даже видно, что, например, у Миши там 15 тысяч, у Бориса там уже порядка 60, да, если я не ошибаюсь, да, 60, и, ну, Борис не хочет уступать, но Мишаня играет именно на каких-то ивентах, да, больше, то есть, когда можно реально зафармить, то есть на простых каких-то ежедневных днях, там, ну, там особо не катает, да, там 15-ка, это порядка, там, может, пары-тройки часов он поиграл, да, и все, может даже меньше, и, в принципе, когда есть ивенты, Мишаня в руки включается, ему до сих пор интересна вся эта игра, и это будет второй игрок, который добьется 200-ой легенды в игре, определенно, если уж смотреть на его эффективность, на его коэффициенты, то они выглядят не столь имбовыми и красивыми, но в его оправдание могу сказать то, что раньше у него и этого не было, да, то есть, если там посмотреть на его стату, там, пару-тройку лет назад, то там и не было такого нормального коэффициента, потому что он играл довольно много всяких ури-рельс и прочие, да, и там, как бы, ну, их не будет этих пеплов, и, если не ошибаюсь, то у пешка тоже у него было значительно меньше, сейчас она уже к полторашечке выравнивается, это тоже довольно неплохой результат, ну, и по коэффициенту вы видите, что соотношение близится к двоечке, сейчас где-то это икс 1,9, где-то икс 1,9 у него имеется, может, чуть меньше, может, чуть больше, там, плюс-минус, поэтому, что я вам могу сказать, друзья, совсем скоро, совсем скоро, мы увидим новое, первое место, если уж раньше, ни у кого не было никаких сомнений, когда я записывал последний видос по топ игрокам по опыту, Борис там опережал с довольно плеечным отрывом, у него все было четко, комфортно, то сейчас разница всего лишь 5 легенд, и совсем скоро это место может измениться, если оно поменяется, конечно же, я освещу этот момент, потому что это довольно знаменательное число, ну, число как бы 200-ка, это уже жестко, да, но обгон самого Бориса, это вообще просто бомбическая вещь, которую, ну, я точно не смогу пропустить, поэтому пишите в комментариях, что вы думаете вообще по этому поводу, что вы думаете по поводу первой 200-ой легенды в танках, жестко это или не жестко, или по-вашему это, ну, да, изи-катка какая-то, что там 200-ая легенда, там, каждый второй может, но, по сути, конечно, это все юмор, и это реально, ну, если вдуматься, то это, ну, много времени, надо потратить на то, чтобы дойти до такого, поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, хотите ли вы больше вообще видеть Видосов по рейтингам, если да То поддержите данный видеоролик лайком Если активность будет довольно неплохая Я конечно же пойму, что следующий видос Должен выходить как можно быстрее Возможно есть у вас какие-нибудь Игроки уникальные Бомбические, о которых Мне стоит например рассказать Да, если такие имеются, то в комментариях Также жду их под данным видеороликом Возможно вы можете скинуть там Никнейм и написать, почему именно он Да, то есть может он там какой-то Крутой У него очень много времени там в игре Или он там еще какой-то там сверх крутой чел Да, может он скинул миллиарды Голдов там Или поражал миллионы мин Если такие имеются, то Жду их в комментариях Ну а у меня друзья на этом все, всем спасибо за просмотр Ждем Ближайшие 200 легенды Мишанечки и возможно его обгонщика И уже совсем скоро вернемся С новым интересным Рейтингом видоса Всем удачи и всем пока